Наша тема – бойкот, который устроили в Израиле известному российскому театру «Ленком». Артистов этого театра не пустят на гастроли в государство Израиль. Неравнодушные граждане Израиля создали соответствующую петицию. Ее подписали более 8 тысяч человек. К тому, чтобы не допустить въезд в страну артистов, которые поддерживают войну против Украины, подключилась и местная пресса. Израильские активисты уже не первый раз препятствуют гастролям представителей российской эстрады, которые высказываются за агрессию России против Украины и поддерживают политику Путина. Подробнее об этом расскажет Лариса Зубенко. В конце октября Московский театр «Ленком» должен был отправиться с гастролями в Израиль. Узнав о запланированном представлении, небезразличные граждане создали петицию, чтобы не пустить на сцены израильских театров тех, кто выступают за неоправданную военную агрессию. Сначала распространяли ее в мессенджерах среди знакомых и друзей. Потом это появилось, конечно же, в сети, в основном в фейсбук, фейсбук основная социальная, среди выходцев из бывшего Советского Союза. И так вот это началось. После этого эстафету переняла журналист Лиза Розовская, которая написала об этом статью в «Арец». «Арец» — это одна из центральных газет израильских. Ее часто называют газетой «Элит». Там действительно большая, наверное, часть деятелей искусства, да и вообще других видов элит присутствуют, читают эту газету. То есть, когда вы при ней пишете, явно люди, которые принимают решения, на это обращают внимание». Общими усилиями активистов и прессы компания, которая продюсирует театр, отменила гастроли. При этом к бойкоту спектакля «Поминальная молитва» подключились не только выходцы из Украины, которые мигрировали в Израиль. «Не только выходцы из Украины не поддерживают агрессию Российской Федерации. Очень много людей, которые в свое время приехали еще из Советского Союза, и уже когда там Советский Союз распался, из других республик, из России, из Белоруссии, из Молдовы. Ну, в общем, отовсюду. На самом деле, количество пророссийских деятелей в Израиле, оно ничтожно малое. Это какие-то люмпины, которые финансируются непонятно кем». Израильская общественность уже не первый раз выступает против гастролей представителей российской эстрады, которые поддерживают Кремль. Ранее в Израиле под давлением противника войны отменялись концерты Ольги Бузовой, Елены Ваенге и Григория Лепса. При этом в Израиле рады приездам тех артистов, которые публично высказались против российской агрессии. «Отменялись концерты, и Кинчев там отменился в свое время. Ольга Бузова была, тут очень такое было, была у нас тут такая борьба. Но в конце концов тоже ее концерт отменили. Но в целом, израильское общество довольно проукраинское. Подавляющее большинство израильтян, в общем-то, поддерживают Украину, сочувствуют Украине и, с другой стороны, они меньше интересуются российской эстрадой. Но, тем не менее, когда мы обращаемся в евретоязычную прессу, то практически всегда они откликаются и поддерживают нас». Израиль – один из самых активных и важных партнеров Украины на Ближнем Востоке. Население страны поддерживает украинцев в борьбе за независимость и территориальную целостность. А волонтеры тоннами отправляют гуманитарную помощь Киеву. «Вы на протестах, на которые мы выходим против попытки изменения судебной системы, точнее, выбора в судебную систему, вы увидите там людей, которые идут так же с украинскими флагами, с украинской символикой, как символикой борьбы против агрессии. То есть в этом плане получилось смещение такое. Поэтому большинство людей против агрессии поддерживают. Если в процентном соотношении, я думаю, что более 80% населения». При этом и большинство украинцев считают Израиль дружественной страной. Такие данные соцопросов. Больше всего респондентов указывает на гуманитарную и информационную помощь от Израиля. Лариса Зубенко для телеканала Freedom.